Короче говоря, мама. При поддержке группы Vine Video. Сегодня я не могла пойти на учебу. Ну как не могла? Если честно, мне было лень. Но основной причиной моего прогула стал приезд мамы. Так что мне все равно пришлось встать в 8 утра. Позвонила мама, спросила, есть ли у меня что-то покушать. Я сказала, что нет. Мама полчаса делала мне выговор из-за того, что я плохая хозяйка. То меня никто не полюбит и бросила трубку. Через полчаса она стояла на пороге с двумя огромными сумками с продуктами. Мы обнялись. Первое, что спросила у меня мама, не как дела, не что там в универе, а где кухня. Мы надели фартуки. Мама сказала, что начнем с борща. Я сказала, что умею его варить. Мама сказала, что то, что я умею варить, даже собаки есть не будут. И рассказала историю о том, что если бы не ее борщ, то папа бы ушел к тете Ире. Но так как тетя Ира варила такой же борщ, как и я, папа остался с мамой. Вот это было уже обидно. Борщ мы варили 3 часа. При этом мама постоянно смеялась и что-то рассказывала. Вот это я понимаю настоящая женщина. Когда я что-то варю, у меня лицо обычно хуже, чем на паре по экономике. Борщ был готов, но мама не разрешала его есть, потому что дело шло к выпечке. Боже, только не тесто. Я спросила у мамы, чем сейчас занимается папа. Мама сказала, что ничем плохим уж точно, потому что она оставила с ним бабушку. Бедный папа. Тем временем я начала лепить тесто. Через полчаса мама зашла на кухню. По ее лицу было видно, что я что-то делаю не так. Да и я сама понимала, что это скорее не образ хозяйки, а образ наркобарона. Мама заставила меня уйти умыться и добавила, что курс по выпечке мы разберем в следующий раз. После того, как я умылась, мама предложила соревнование. Мы будем жарить картошку, причем на разных сковородках. Одну будет жарить она, а вторую я. Картоха это мое творение. После Роллтона, конечно. Мы начали чистить. Мама резала картошку аккуратно. Моя картошка была в форме квадратика. Мама начала резать картошку. Я начала повторять то, что делает она. Она сказала не подглядывать. Обидно. Мы закинули картошку в сковородки. Картошка жарилась. Мама не мешала картошку. Я следовала ее примеру. В итоге у меня подгорело, а у нее нет. Как она это делает? Мама посолила. Я тоже. Но скорее засолила, чем посолила. В итоге с горем пополам мы пожарили картошку. Теперь осталось выяснить, чья картошка вкуснее. Кто будет жарить, было очевидно. Михалыч лучший в этом деле. Сначала насыпали ему маминой картошки. Он съел с удовольствием. Потом насыпали моей. Он долго сомневался. Потом все-таки попробовал. Через минуту он начал скулить. Мы повезли его в ветеринарку. Мама сказала больше никогда и никого не кормить своей едой. Короче говоря, ко мне приехала мама. Всем привет. Извините за мой простуженный голос. Ставьте пальчики вверх под этим видео и подписываться на канал. А чтобы я выздоровела еще быстрее, подписывайтесь на наш инстаграм. Всех люблю. Пока-пока.